господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным сегодня у нас 5 я правильно говорю шестое сегодня шестое что то я сегодня декабря 16 года видите как надо смотреть шестое ну как всегда в 4.40 встали помолились посчитали евангелие с толкованием блаженного эфилакта и у нас утром будет проходит запись событий дня вот я сейчас надежда василина тут поближе перетянула эту комнату она в кухне молится там не проходит и выговариваю уже ничего не сообщает какие были у них события рядом за стенкой я случайно увижу только ты мне скажи воскресенье когда ребята ушли на благовестия кто тебе приходил с бородой то что-то носил все уже забыла намертво я по глазам вижу уже кто был воскресенье на воскресенье в 3.50 эти привезли вот и дневник дневник ты не ведешь нет она в субботу с бородой кто-то был на машине какой я гляжу но я не вышел приближал к себе всякой через увеличительность это андрюша лестницу привез какой андрюша кола головач так там черная какая-то борода была у него маленькая а чем был андрюша ну лестницу привез мне лестницу какую купил вот эту как ему треношник ты купила лестницу но почему ты не советуешься того что у меня там тебя советство и деньги или как тяжко трудно сколько уже раз было без совета ты полностью приходила сознание что неправильно сделала вот не трудно стало я думаю купить это я почему советую со с вами со всеми самые маленькие что-то делать у меня столько советников и откладываю игорь приезжает сегодня допустим вторник барабаш я обязательно расспрошу все узнаю какая от нас где-то польза нужно нет еще сделала все а потом а потом не знает куда спрятать лестницу какая лестница зачем она нужна ли если внизу резиновая это чтобы она не скользила это может и купила себе горит а погибель почему самость во вперед на полшага не смотрите вы даже сегодняшний кадр жизни вот этот вот фрагмент не знаете куда его применить к вчерашнему или будущему я только и наказываю меня не будет ничего не меняйте здесь все уже установлено вчера я вижу тут вы выходит катерина приезжает сергей твой племянник женился ты знала что он приедет тебя предупреждали они да они позвонили почему мне не сказала заметил сколько они воскресенье вечером уже поздно позвонили меня уже вчера-то не воскресенье понедельник был ты пони была вот утром да 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 ну когда же лукавство вот непрерывная везде вот эта хитрость лукавство какая-то неискренность воскресенье еще и самоговаривание вот это оправдание какое-то да перед богом это как а где совесть почему ты не сказала выгодал бы время я ты подводишь я уже тебя давлю давлю на это тогда уезжают когда молодожены знаю тех и других катя соседка моя пару слов сказать некогда уже мы торопимся только заходит ну помолитесь три поклона хоть положите что да мы торопимся даже рта не раскрыл мы торопимся почему а ты с ними там была еще ты им сказала ну понимать понятно что ты никогда не скажешь что что нужно было им сказать почему ну женский разум и все остальное почему ты так делаешь я тебе за ольгу тогда за твою племянницу везде это говорил нету тайна единственное что только воду чтобы натаскать это таскать туда себя ведрами вижу четыре раза пять раз ужас какой сейчас ни слова и слова ты тратишь воды в десять раз больше нашего и дров а раз не советуешься ты кому-то на плечи села и ну ну нету нас ничего надо жить экономно пошла к кому-то постирайся там я говорил уже это бесчетное число раз вижу бесполезно ничего нельзя сделать первый шаг который я говорю сделать отверглись себя этого нету совсем нету то есть христианская жизнь не была начата даже а пришли уже к концу это ежедневно надо работать как чехов говорил я ежедневно выдавлю из себя раба вы рабы собственной похоти прихоти ищет свои нравные только бы настоять на своем я тебе говорю день вчера же воскресенье прошло вчера была а вот да могла же подойти сказать тот пришел человек у меня не был может он мне нужен может надо что-то передать поехать никаких случайно тут увидел включил тут наблюдение и увидал приблизил его что-то долго в машине возился а тебе говорят сергей пупков был теперь андрей не похож ни на того ни на другого и у тебя памяти нету совсем уже такое говорится за законченном почти видимо разум и никак не могу сделать почему за то что лукавить и бог отнимает разум а ты его тренирует все время в молитвах в воспоминаниях пиши дневник ничего же этого не делаете мотаетесь по комнате скучаете все у вас недовольство так рассказы кати катерина поехала как какое у нее настроение как обычно была какой-то такая погромче можешь говорить ну как обычно говорю какой была такой поехала она я про эту катерину говорю но я и говорю да тут две катерина вчера сошлись ты почему за то время как она была приехала в субботу воскресенье целиком было понедельник ни разу не пришла днем чтобы побеседовать почему то я что ли ну не соседская же баба какая-то нате ну мы в три часа пришли с малышкой пока была и все вчера целый день свободный был понедельник почему не пришли что человек здесь у него какие-то вопросы я ни разу к вам не зашел не считаю первый день разбудил игнатий дело в том что мы занимались приготовлением пироги я пекла готовили понятно я не знаю с малышка заболела человеку и речь это вечной жизни а в 11 игнати в 11 часов уже гости они приехали и все она когда пойти я не знаю да если бы неделя была целиком не пришли же никогда никого не приводишь что до беседы то что тут время высчитываешь а воскресенье до воскресенье то сколько было когда ушли на благовестие то она пришла еще время было и вечером можно было прийти побеседовать и в субботу не нету нету ты сразу заблокировала ее все там и один раз пришел я же когда пришла на субботу побеседовали я сказал у нас порядок такой независимо на воскресенье любой день встаем 4 40 ты это слышала но раз она у тебя думаю завтра она уже не встанет так и есть почему кто бы ни был у тебя спи дольше ешь больше не надо это пустое все ты раньше игнати не на раньше говорил о том что приезжий человек он на час позже встает она сейчас раньше в этот день и на следующий день зачем ты все путаешь в этот день в который приехал он в дороге устава и мы разрешаем ему лечь спать днем ты уже делаешь свой распорядок да на второе строительство ты мне говорил об этом всегда и на никитина говорил человек приехал и когда утром мы встаем он тоже давай высказывай все до конца потому что бесполезно ты тебя заставить молчать нельзя выговорить чтобы сейчас могла молчать выговорились что еще есть ты раньше говорил о том что человек который приезжает к ночью приезжает ночью ему разрешается утром подой подольше спать он приехал ночью но это-то приехала не ночью ее уже в одиннадцать пол второго уже встретили счет и все путаешь то днем она приехала она пришла из могла бы лечь раньше на два на три часа она не легла потому что мы были заняты чем заняты готовили да зачем тебе это готовили когда мы договорились программа на воскресенье было я сказал воскресенье вот вижу нету никого нету я давай звонить уже спит оказывается мы договорились она пишет заявление она приехала и я желаю сделать все что она хотела она желала быть членом общины это делается по заявлению тут момент батюшка приехал он не через две недели приезжает батюшке надо подать пораньше до богослужения все нету теперь когда я разбудил и сказал что нужно написать заявление ты принесла туда там она и напишет зачем тут на кухне сидеть то ей у нее было уже выскажешься попробую помолчать у нее было написано заявление и гнать расскажи все что это подширки перебивать меня давай у нее было написано заявление она хотела пораньше пойти я не знаю даже почему она задела она говорит батюшка сейчас может прям я говорю конечно и она хотела пойти минут двадцать было а не знаю почему задержалась у меня понятно понятно все сказала она хотела она думала да это то ни в какую строку не запишешь она не пришла все люди уже пришли перед богослужением я у дверей мечусь где она где заглянул внутрь храма нету заглянул в трапезу нигде нету почему у тебя она ты заблокируешь любого кто выезжает за колеса хватаешься кто-то идет до грога что-то забыл отдать выйдешь здесь через порог еще надо что-то сказать но это ты тебе она попала я мы договорились я говорил катя приедет но ты воображай сейчас что ты была другая дело как я говорю в субботу я и сказал программу встать рано как всегда написать заявление что оно написано я не знаю но написано тем более и пойти к батюшке во сколько можно было нас просить ну минимум я говорю за полчаса до богослужения нету приходит а в это время тарас разбудил у нее уже настроение совершенно другое другое почему в это время ты тут тебе тебе нельзя давать никого туда он больной будет или отсталый и ты ничего понять то не можешь теперь батюшка здесь заявление написано я договариваюсь юристом как у нас общее собрание принимает нет приходской совет я говорю я считаю приходской совет надо сделать открытым при собрании вот так надо делать это устав даже внести надо чтобы люди сказали кого принимаете в общину вы принимаете не знаете а он жил со мной рядом вот то и то и то его надо проверку еще сделать мы принимаемся человека сознательно уже ничего этого сделать нельзя я спрашиваю батюшку он толком идет секретарь я с мариной разговариваю марина приготовься сейчас будет собрание не тут то было мне вот почему она у тебя главное она у вас у тебя она не придет подразно сейчас не крути голова отвалится не крути уже позади мы рассматриваем прошедшее уже не надо головой крутить уже все совершилось заявление не подано не разобрана она не принято я в этот же день хотел выдать ей то что требуется чтобы она на благовестия все время писала и сразу и путь в один день я все делаю это не все что я обдумал я и говорю приходят люди я поговорю кто может ее прописать без прописки на работу не принимают дальше в этот же день на работу договариваюсь все смело одним махом ты сделала это ты а у ней то что не крути головой я сказал не не крути головой пожалуйста крутишь головой бог отнимет остатки разума игнатий тиран деспот по вашему ничего нету медуза раздавленная и течет из сосуда ничего нету отсидела оба пироги а мы блины про это разговора не было она сидела катя вас здесь вот и ты и мы договорились возражений не было я сказал запланировали на завтрашний день я уже выстроил все с кем говорить кому подойти куда послать с кем ничего у вас этого нет у вас не нету а вот вздумал по пироги никто их не просил ты бы сказал катя время мало совсем давай-ка туда пойдем побеседуем головой крутишь сидишь ты уже на развалинах эти два дня развалины ничего нету и настроение такое на все забрала все она может и не приехать да да это твоя работа так сейчас сейчас я спросил не 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 слова два раза давал тебе слово выговорить все до конца да как я могу не ни слова не говорить а здесь по ходу действий понимаешь ты не можешь остановить сейчас попробуй скотча возьми заклеи рот уже результат уже ничего не надо разговоры пустые а она поехала какое настроение конечно это хорошо что это проявилось она раны не может вставать это первое второе к близости к этой стремления такого я не увидел разрешить вопросов ничего и нет это но даже вчера она была здесь я попросил ее посчитать маленько она у меня уже запряжена была она помогла мне в событиях дня ничего не надо теперь я тебе для чего это говорю чтоб ты молилась мы ее сюда не звали а она просилась неоднократно у нее причина есть проситься я высказал все это в собрании если бы я не сказал в собрании посидела бы и ушла никто ее не видел и не знал понимаешь мы каждому гостю даем слово ей вопросы задавали у вас программ это никакой нету вы об этом не молитесь блины в утробу и на два дня и вылетело все ненадежное хранилище как златоус говорит но и дальше то ничего и нету дальше поехала зашла три поклона уже ничего не поговорить и все зала все правильно ли сделала правильно совет все то такое то почему потому что она сыграла на два варианта приедет не приедет не приедет тогда опять вещи высылать совершенно правильно ты теперь молись чтобы бог сделал так как ему надо испортила все ты тебе это я тебе каждый раз это говорю твоя вина здесь по целиком и полностью мои двери открыты я хотел но утром ты уже все переменила лежи дольше заявления нет приди в самый все собрались одни тут идти все 50 метров в ограде церковной и у стерно заблокировала ее нету нету и все заходит уже я хотела я теперь катя уже это не надо говорить уже служба начинается уже люди заходят у нас даже минуты не было поговорить тянула то ты если бы ты вышла пошла она чем будет одна сидеть ты же сама это знаешь сказал вал от володи не принимать девчонку не принимать пока он не даст твердое слово что воскресенье будет он с ней здесь а у мы фотографируем то есть он стыдится зачем же ты сюда лезешь тогда стыдится что его уве то есть боится премудрый пескар зачем нам это нужно но я не нахожу ни одного момента где бы вы делали так как я сказал от и до и тогда у вас все он бы стоял рядом тебе не надо бегать а он не может с ней управиться вопрос его будет стоять в коридоре там с ней где-то ничего нету все володе нету и ни разу нету нигде и ты уже раз я сразу тебе не прижал все теперь его нет он его сунул сюда там внучатку правнущатку она неуправляемая и его почему она так ведет себя дети так не ведут себя она не понимает ничего месяца во время службы каждого за руки хватает она булгащит все дам ее с храм туда заводить не надо в коридоре будьте она не видит задом к алтарю стоит падает тому может переворачиваться бегать зачем ты это делаешь ты настаешь на своем это нехорошо нехорошо и погибельно для нее для него для тебя понимаешь нет дела которое я бы вперед вам не нарисовал как это должно выглядеть я мельчайшими деталями занимаюсь а то есть ли так а если нет а если сейчас они приходят они приходят к нему родители оба горят пьяницы матершиники и оба там груза то отсидели то что четвертое поколение он воспитывает уже и нет ни одного все уголовники внучка там воспитывал замешаны в убийстве я там ее встретил когда в тюрьме работал вот как и что он хоть одного приблизил богу нет почему самость хороший человек он ни с кем не советуется владея мальчик линия начешет и она уже давно увела она поворачивается зачем тебе туда смотреть то смотри сюда она сейчас сдвинул вон насколько ножку кошки понимаете как я много раз говорю снимает никита ну смотри рядом ты где-то снимай на столе разговаривать с малышом с этим романом я работаю я наклонился и у меня вот так вот одна минута вторая третья ну щути пустик ниже 20 сантиметров покажи чем я занимаюсь руками там что я делаю вожусь нет доходит как обрезано что это это внутренний мир человека проявляется в этом не интересный человек почему нет расположенности вот михаил кальмаев приедет так человек то не вам возраста какой возраста там уже дед он минуты ни одной не по не пропускает кирилл сахаров был а это нет он направил туда ну опусти пониже на 20 сантиметров не опустит маленько погодя куда-то на задницу направил и все он даже не глядит сколько раз говорю почему ты не глядишь вокруг обстановка какая-то ну маленько то ну взгляни что делается то аппарат дали гляжу заснул в руках держит аппарат заснул как же так можно там же дал снимать и там тоже обстановка во время занятия вы думаете это мимо проходит ты все считай делом господним они делаешь небрежно там сказано и риме 48 10 проклят ты не выспался все время сонные счете показывать кто у нас там как только хоть занятия хоть собрание сразу глаза только заходят даже пять минут не сидит сразу глаза закрыл и поплыл и мужчина и женщина такие есть и сколько не говорил бесполезно и тоже да я то свой с ночной то где с ночной сегодня был ночной нет но спишь то как всегда одинаково спроси чего было не знаю а человек с высшим образованием я бьюсь я ведь за ваши души больше я здесь нету но я тебе каждый день говорил сейчас приезжает сюда человек ты веди себя по-другому здесь ни слова она занимает роль который любовь николаевна за руку тебя хватало чтоб не оговаривалась я просил ее молиться ничего не помогло потому что тебе очень сильный дух противление ты сумела все сломать в один день повернуть это бы сказала да я его завтра поднимать не буду я поняла что человек приехал и а вы заняты были что это значит заняты когда надо было завтра вовремя стать вот что надо они блины пироги твои и ты не сказала эти пироги цена того что она не пришла я бы тебя не запустил даже в дом сына крови зачем она мне нужна сейчас не надо постарайся не надо пускай это тайна будет умного слова пока не было не надо побыла и ушла что говорю то делай вчера вот она выходит ничего не видно там ее уже бросили ну подойди хоть глазок ты ей включи явно дело толкнула и все но рядом чтобы она видно было она хочет поговорить зачем говорить когда рядом здесь через стенку ну ясно дело ну вот я то другое ну зайди сюда поговорим ты же с этим за этим и приехал и все это как будто никогда не было уже забыто ты из отсюда даже сделать очень сильный дух поставлен около тебя теперь давай говори что хочешь сказать во первых когда она сейчас ко мне поближе когда она стала нам она сразу говорит у меня заявление готова взяла это заявление я говорю ну можно батюшки сходить сейчас пораньше она говорит и я обдумала так что мне надо съездить домой попросить благословения и все и она остановилась я откуда что знаю какие у нее там мысли еще дальше она же видишь она сказала и это повтор я тоже повтор во-первых я поеду домой я пойду сейчас скажу игнатию тихоновичу что я возвращаюсь домой за тем чтобы но я с мамой хочу повидаться это слышал ничего не было сказано я в коридоре стою я жду знать она здесь рано утром сказала мне вот эти и не пошла хорошо не я ее блокировала она среди ты бы вышла за заперла она пришла я бы ее взял так я не я девчонку одевала пока девчонка про больше не пересдали сегодня девчонки я они сегодня за ней приезжают больше туда чтобы ноги не было девчонки но и все моих условий она должен быть с ней она в садике все-таки девчонка пироги оформляют в садик я в коридоре стою не знаю я спрашиваю кто видел катю я ищу вот она думала на поехала заявление это между вами все вокруг крутится я-то не знаю мы договорились с ней я стараюсь договариваясь с людьми как провести как все остальное а батюшка он прозрительно он сразу сказал только присказал мне это отложить надо несколько месяцев сразу сказал я говорю батюшка тут смотреть надо мы ее знаем уже человек принял у тебя крещение надо решить сейчас потому что не надо на работу она хотела при парке работать пожалуйста я уже хотел воскресенье все уже сделать понедельник она пошла бы не тут то было а там девчонка там другое пироги да нет она сказала я уезжаю там она сказала тебе на этом то конец что-то то ли ты совсем обезумела или еще я не знаю почему она не пошла я ее не держала не хорошо утром я не знаю она зашла в комнатку там сидела ну мы с ней договаривались ты сидела но почему ты меня-то исключила из жизни то я в храме я жду она сказала она не пошла ты бы сказала так уходим запираю все то есть начинаешь крутить и везде не ты это делаешь у тебя ума на это нету она сказала она пришла мы договорились я жду на остановке сколько дел загублено вот этими вот такими вот твоими как жириновский говорит 50 лет исполнилась жены гортина сразу дурном отправлять надо совершенно невозможно жить какой представительный человек с какими образованиями звания играть еще не могу с ней сделать она свои тряпки везде навешивать в окно посмотреть нельзя я говорю это для вас вот она сказала она тебе сказала ты бы сказала детка не так делается мы же договорились игнатий был здесь он обязательно пробивает дальше туда дорогу я же я не угоню на как у нас еще на пойдет она заявление на руках она сказала она на внимание уже не берет вчерашний разговор мне это не подходит мы договорились я обязательно буду делать для нее обязательно ты помнишь как на имя сказал ты иди сделать а человек дальше сделать все что тебе надо иди к вовозу там и он все делает до конца и он ей сразу эти хорошо что не пошла искать молодых и другое здесь другая обстановка духовная у невещения христу человек ни под каким руководством не был ему необходимо сейчас сразу же поставить условия вот как она должна делать она видела один раз все-таки помолились утром она увидела я поеду тут в это ее свободно но но меня не исключайте мы договорились я там еще и схожу какая у меня молитва то я сразу думаю что сделала заболела но вспомнил где она находится для бы заблокировала опять я видел утром как это недовольство у вас и и проще не надо меня ломать вы бы когда разговаривали в субботу сказали нового рано я не она не встанет и она сказала бы заявление ничего этого не было сказано я делал из-за того что было договорено согласно договора я прорабатывал и прорабатывал уже на квартиру и на работу и быть в общине и выдать справку все подрубили одним махом почему женщина женщина это она виновата а ты только на дьявола можешь ссылаться вспомни его только туда больше некуда все на этом я сказал значит тут еще у тебя не будет или квартиру сразу искать или что-то другое ты все время блокирующие сразу началось ты не меняешься ребенок попался у тебя помнишь все утром выхожу никого нет где-то они спят они ночью не спали он я я шато другое ну они приехали день были здесь могли весь день спать но завтра не должны быть все нету нету это абсолютно всегда уже на ночь говорю я говорила если ночью кто-то приехал он не спал дорогой поэтому ему дается возможность утром выспаться когда захочет тогда встанет ночью приехал я даже его еще не видел а если днем приехал он пожалуйста днем ложись спать завтра уже новый наш день счеты даже не знал что у тебя в голове такая каша все на этом